Церемония открытия Дней культуры России в Кыргызстане стартовала с большим успехом. В столицу республики прибыли более 80 деятелей искусства во главе заместителя министра культуры России Ольгой Яриловой. Ярилова подчеркнула, что в рамках Дней России стороны обсудят вопросы взаимодействия библиотечной музейной отраслях в сфере образования и киноиндустрии. В рамках нашего визита мы откроем еще несколько выставок. Это выставка детского рисунка, это взгляд детей на то, какая же она, какая многогранная Россия. Мы покажем уникальный памятник архитектуры, памятник ЮНЕСКО КИЖИ. Надеемся, что по итогам нашей встречи мы выработаем конкретные решения, которые лягут в основу нашей дальнейшей деятельности. Ну а главных гостей столицы встретил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев. В своей приветственной речи он отметил, что культура – это мост, который укрепляет дружбу между нашими народами. Российская Федерация – наш стратегический партнер. Нас связывают давние дружественные, почти родственные связи. Кыргызский народ тоже очень уважает и ценит народную, традиционную музыку. Поэтому этот концерт для нас очень большой подарок в преддверии нашего значимого праздника Дня Независимости. Прекрасный вечер начался с выставки художественных промыслов и ремесел. Каждый из гостей представил свою культуру. Это роспись по различным материалам – глиняные изделия и игрушки, плетение кружев, художественные листья и многое-многое другое. С каждым из них гости смогли ознакомиться самолично. Когда говорят о фольклоре, это значит, говорят о народном. А когда народная Кыргызстана и Россия объединяются, понимаете, это приводит к интеграции больше и к пониманию того, что люди все из одного места, от Бога. Все понравилось. Игра, и музыканты замечательные, и такая выставка богатая, промысла народного, все красиво. Больше всего мне запомнились, конечно, люди в костюмах, они очень калорийно выглядят. Я буду играть на нашем национальном инструменте кай-комус, это двуструнный инструмент, и темир-комус. Я приготовила на наших национальных инструментах, приготовила этническую программу. Я сегодня привез башкерский курай, кал-комус, думбра, кал-комус. Это наши традиционные инструменты, очень даже близко, наверное, к киргизскому народу такие инструменты. Я давно мечтал побывать в Кыргызстане. Вот, наконец, я у вас, в ваших краях. Очарованные культурой России гости последовали в зал филармонии, чтобы насладиться живым исполнением артистов в России, где и горячо приветствовала замминистра культуры России Ольга Ярилова. Гостей ждал концерт на тему фольклор «Душа России». Первой выступила чилтыст Аннагашева, известная своим уникальным голосом, исполнительница женского горлового народного пения. В ее песнях слушатели узнают пение птиц, разговоры животных и шум тайги. Покорять сцену Кыргызстана приехала и фольк-шоу-группа «Колесо» из Санкт-Петербурга. Молодой и многообещающий коллектив под управлением Елены Масловой с песнями, веселыми играми и шутками ворвался на сцену филармонии, вовлекая в свой озорной хоровод каждого человека, который неравнодушен к народному искусству. Мы современные люди, и поэтому выражаем то, как мы чувствуем, с современными темпами, ритмами. Но наша душа откликается на русскую народную песню, мы ее очень любим и хотим, чтобы и молодежь слушала ее с удовольствием, ну и, конечно, люди старшего поколения. Вот делаем это с юмором, весело. Мы очарованы вашей республикой, потому что очень доброжелательные люди, очень вкусная еда, тепло, красиво. Очередной день в рамках «Гне культуры России» в Кыргызстане завершился мастер-классом по народным промыслам. Ну а уникальный концерт не оставил равновдушным никого из присутствующих. Аянов Байзакова, Алмаз Дурманбетов, Аллато 24.